я снова здесь пересмотрим сегодня игру с прошлого стрима фуфа на проломе мощь был тяжелейший момент когда я уже практически отчаялся и не знаю каким образом продолжил игру все-таки какая-то вера в императора у меня была все-таки гвардец вера в императора непоколебимая и дала мне силы продолжить эту битву эльдары тео я имперская гвардия играть буду как черт орки гурят скверл великая белка великий бурунду кто он там белка по моему и три шестерочки тау тау маленькая карта фа пролом здесь две дуэльки наверху и внизу кто быстрее побеждает быстрее получает точки вторую респу соответственно экономику и так далее как действовать в том случае верхним или прекращать битву и сидеть затуреливаться застраиваться в общем уже воевать им смысла нет никакого тау генератор прячет далеко первое фв и виспы увидел ты орков орк уже здесь у тебя я в это время делаю то же самое гадкие чертильные страточки у нас идут здесь стандартно классическое затуреливание за имперскую гвардию игра как черт только черт так играют к изъяжет одну пачку сразу же сделал комиссара чтоб он вязал вторую и турель то есть запросто выводятся из строя k-6 выводит из строя одну пачку рипов пачка гвардейцев выводит из строя вторую пачку рипов до прихода комиссара а гвардейские рабочие в это время строят тур еюбить их не так-то просто до командирская броня это самые жирные всех рабочих командирская броня постройка и Турель готова. Да, здесь убивают моих дозорных. Моих гвардейцев. И подходит комиссар, чтобы повязать репов. Тем самым освободить моих гвардейцев от этой работы. Все, пачка повязана. Турель. Проблема теперь для Эльдара. Ему уже нельзя пробегать через свою базу. Он теперь делает большой круг. Убегает от моего кса и комиссара. Да, подмигривает, останавливается, чтобы пострелять. Рабочие. Ищу место, где начать строить следующую турель. Типичная, мерзейшая, отвратительная страточка. Что происходит внизу? А внизу происходит аналогичным образом. Орк может Таушнику-то здорово дать бой на Т1 на маленькой карте. Повязать рубаками. У Тау, кстати, только ФВ-шки и Веспиды. Все. Это все. Грейт точки. Здесь точку строить. Здесь даже не захвачено. Понимаете, сколько трудностей создал этот Орк Таушнику. Вот просто приходишь вначале. Тут, наверное, нужны были не Веспы. Как только ты увидел Орка, нужны были Круты, наверное. Нужно посмотреть было, что будет делать этот Орк и от этого отталкиваться. Веспы на этой карте явно лишнее. Явно не в тему. Очень дорогие. 50 на 10. И совсем от них не будет никакого толку. Гораздо лучше были бы те же самые Круты. Пачки ФВ-шек и Круты. Круты и дешевле, и проще, и быстрее реинфорситься, и трупы они могут поесть, и энергия им не нужна. Понимаете, как хорошо? Вот они, родненькие Круты. Но уже ситуация тяжелая, потому что точку Тау потерял, и ее Орк застраивает. ФВ-шкам больно, ФВ-шек сливают, убивают. Точка одногрыженная, Орк тут не будет находиться. Вот и все. Минус Веспиды. Минус ФВ-шки. Гибель огромное количество. Круты. Наконец-то они должны были выйти вместо Веспов. Карта не для Веспов. Стелс, точки нет, ресурсов нет. Очень серьезные проблемы. Вот они, Круты. Вот они, проблема для Орков. Микри. Что на другом фланге? На другом фланге постепенно завершается бой. Очень жалко Комиссара. Мы увидели смерть этого доблестного Комиссара. Моя ошибка. Две турели на базе. КС. Но здесь я уже, честно, немножко ослабил хватку, потому что чистейшая победа моя. Напрягаться смысла нет. Точки беру на базе постепенно. Точки беру на базе у противника. И постепенно, постепенно работаю. Три пачки рипов, кстати, у Эльдара. Эльдар сделал три пачки рипов. За турелями нужно обязательно следить и перенаправлять их. Перенаправлять на противника. Осталась только главка. Три семьсот здоровья. Вот они подбегают и перенаправлять. У меня тоже, кстати, можно было точки-то запросто забирать, понимаете, застраивать их. Обмен такой делать. Забегает рабочий. Выфокушивает рабочего. КС отправляется в бой. Турель перефокус. Сразу обе. Там нужно очень следить за этими турелями. Я не просто построил и забыл. Микрит. Эльдар, Микрит. Эльдар очень жестко Микрит. Старается. Но на одной просто захваченной точке турельки вбегают. Впитывает огромный урон. Впитывает. Минус один рабочий. Две турельки. Под двумя турелями. Еще просто под двумя турелями. Как больно. Как больно. Какие потери понес. Огромные потери. Кстати, все три пачки выживают. Все три пачки выживают. Главка. И я иду в Т2. Что теряет гвардей? Да, по сути, ровным счетом ничего. На одном генераторе можно пойти запросто в Т2. На одном гене. Эльдар мертв. Это лишь вопрос теперь уже времени. Не какого-то там скилла. Но. Но. Орг победил. Он победил быстрее меня. Две пачки уже с шутами. Мэг. Рубаки. И он первый побеждает своего противника. Я опять отстаю. Я снова отстал. Но я иду в Т2. Я иду в Т2. 68 на 10. 92 на 10. Орг забирает точки. У него есть сейчас несколько минут, чтобы расслабиться. Есть. Отдаю Турель. Эльдару. Победа моя. Без сомнения. Но. 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 Позицию я тихонечко начинаю сдавать. Тихонечко. Помаленечку. Перебрасываю гвардейцев на захват точки. Еще прист. Меканайзет команд. Хочу добить пристами и химерами. Все это дело. Но я понимаю. Я уже понимаю. Что я отстаю. Я безбожно. Отстаю. Противник уже сейчас купается. В лишних точках. В нижних ресурсах. Делает грейды. Уже планирует какую-то там атаку. А я. Я еще не победил. У меня нет столько ресурсов. Как у противника там. Саркофаг. Но я в Т2. В Т2. Присты. Рабочие. Орг. 115. Забирает точки. Честно захваченные в бою. И большой толпой идет посмотреть. Что творится наверху. Возможно кого-то убить. Добить. Грейды. Бластир. Чтоб шуты стреляли побольше. Грейды. Последние. Банеры на свободные ресурсы делаются. На свободные ресурсы строятся. То есть простоя у него нет. Сейчас не удивлюсь. Если еще бот Банер брошен. Если бросит. Это бот обалденно. 55 Банер. А нет. Здесь через шифт работает. И пошел просто в наглую. Куда шел? Зачем? Смотрите сколько прист. Какой выдерживает урон. От двух пачек шутов с бластиром. Он выдержал урон и не сдох. Чуть-чуть не сдох. Я еще просмотрел это. Просто наваливается Орг на меня. Не пошел почему-то на Эльдара. Не пошел налево. А пошел именно направо. Что это он услышал? Звуки здесь войны. Почему именно направо? Ну допустим угадал. Допустим угадал. Парах и мерочек у меня есть. По Мэку стреляют. В здание сажу. В здание работает. Пачка рубак. Прогоняю. Конечно прогоняю я Орка. Так как Орк, начинаю закачивать своих гвардейцев. Потому что только имперская гвардия закачанная может сокрушить. Кстати кстати эти почему-то странно стоят. А эта пачка побежала. Вообще странно. Причем здесь пафинга то не было. Понимаете? Они просто стоят. Только гвардейцы закачанные с плазмой могут как-то с Орком-то бодаться. Бороться. Шестьдесят пять. Еще Банер. Банеры идут. Немножечко флот образовывается. Генераторов не хватает. Достраивает Гены Орк. Орк генераторы достраивает. Бронебойцы против Химер. Решает проблему по мере их поступления. Стан. Еще Ген. Ну этот правильно уже лишний Банер. Сейчас еще генератор добавляют. Но ты начал строить. Начал строить. Да. Орка дверь из ПСО. Три-четыре на двадцать. Ну а что? А я пошел добивать Эльдара. Эльдар-то добить надо. Эльдар-то живой. Эльдар не собирается левать. Тянет. Время доставляет проблем. Цепляется за жизнь. Не дает мне победить. Не дает. То есть сейчас я в положении один ВСИ-2. Сражаюсь сейчас с противником. И где-то там есть Орк. Ну забирает этих рипов. Которые заблудших рипов забрал. Ну здесь конечно же все. Решающий последний момент. Закачанная гвардейца. И даже сейчас. Даже сейчас Эльдар пытается стрелять по мне. Пытается. Понимаете? Пытается гадить. Прямо действительно до конца отравлять жизнь. Хотя он уже проиграл. Он уже умер. Его мир развалился уже совсем. Уже все отправились к сланежу. Но нет. Он продолжает гадить и цепляться. Целенаправленно отравить мне жизнь. Чтоб я проиграл в долгосрочной перспективе. Чтоб я точно проиграл. В чем суть? Хотел спастись здесь. Хотел Эльдар их здесь спастись. Но нет. Спасение Эльдару. Прыжок Мэка. Забрали все конструкции. Итак. Еще Гена добивает. Гена Миорк добивает. И нажимает Т3. И нажимает Т3. Простое у Орка. Ну вообще минимум простое. И вот теперь умирает Эльдар. Остаемся наедине с Орком. 146 на 66. 80 на 40. Практически, блин, в два раза экономика лучше у Орка, чем у меня. Бронебойцы. Еще даже без специализации, без закачки, мои гвардейцы. Только на расстреле, на честном, на страхе держится мощь Орка. И тем не менее, посмотрите, как Орка гвардейцев на страхе держится. И тем не менее, смотрите, как дал бой. Артиллерия. Зато есть Орта. Чудесная спасительная гвардейская Орта. Вот она специализация. Ну что, Орк Бойк получил. Практически слил всю свою первоначальную армию агрессивную. Он потерял. Если бы задержался бы еще подольше, сдохло бы все. Ну что, начинается самая, самая жесть начинается. Штурмовики. Домэк Шоп. Т3 у него идет, кстати. Две пачки гвардосов. Две пачки гвардейцев. Не даю расслабиться. Не даю расслабиться Орку. Начинаю его поддавливать. Начинаю. Чтоб не расслаблялся. Тем более, специализация придает сил. Штурмовики. Но это только две пачки. Две пачки мало. Две пачки. Орк в Т3 выходит. Танкеточки. Бомбовозы. Броневозы. Да, штурмовики повязали. Одну пачку. Вторая пачка перестреливается. Забирает здесь вот эти вот ошметки. Забирает. Гитсы. Гитсы. Без грейдов, кстати. Но это гитсы. Вартрук. Вартрак. На левом фланге тоже казармочки. Идут. Гитсы подходят. Ой, как больно гитсы. Вот это было сейчас для меня крайне тяжело. Принять то, что у парня уже гитсы. А у меня даже в планах нет пойти в Т3. Орк уже в Т3. А это бомбовозы гитсы. И в обозримом будущем Т4 фрислага. А я даже не планирую пойти в Т3. Броневозики, вартраки, гитсы. Грейд наггецов пока нет. Стоят. Да, гитсы резко переломили. Причем на вартраке они катаются, эти гитсы. Садит, высаживает. Немножко в этом моменте я растерялся. Самую малость я потерялся здесь. Слишком много действий. Слишком много действий происходит. Нет четкой, мощной армии, боевой единицы, за которую можно было бы цепляться руками. Просто нету. Здесь какие-то недобитки не прогрейджено. Здесь КС. То есть как бы отпущено. Я все отпустил здесь сейчас. Нет сильной боевой единицы, на которой строилась бы игра, на которой было бы микро. У меня попросту сейчас ничего нет. Ноль. По нулям. Это пачка без всего, даже без грейдов, без морали. Здесь кто-то сел в здание, понимаете. Только из-за зданий сел в здание. Нету, нету единицы боевой, за которую можно было бы зацепиться. Вот это мне подкосило. Это придает проблемки. И нет, снова две пачки. То есть, по сути, вообще ничего у меня нет. Нет, у меня только две пачки Т2-шных гвардейцев против гидсов. Против техники. То есть, вот это вот страшно. Две пачки всего лишь дохлых, слабых гвардейцев против Т3 Орка. Против гидсов. Что у Орка энергии в порядке вкачивает влияние. Куда он тратит влияние? Где влияние? Мог он нажать на Т4 сейчас? Да, без сомнения. Накопить, нажать Т4 и выйти во фрислагу. Без сомнения он это сделать мог. Нет, реинфорсит гидсов. Забирает мою спорную позицию, которую я честно завоевал. Забирает. Все ресурсы у него уходят. Еще штурмовики. Броня. То есть, чисто закачка идет на Т3. Ну что, три пачки гвардейцев. Замашиваю. Иду, вступаю в бой. Подсветочка. Сенты. Ну, самая страшная, сильная страточка за гвардейца. Самая мощная, непобедимая. Наверное, одно из самых жестких и страшных Т2 в игре. Это спам гвардейцы специализации и сентинейлы. Получите сильнейший антипех и сильнейший антитех юнит. То есть, масса сентов, масса гвардейцев. И будет очень больно. Гидсы не грейжные. Ну, все, даю бой. Даю здесь жесткий бой, Орку. Жесткий бой. Кстати, за станин оказался сент. Потому что в момент броска стана мэком на этого сентинейла по нему был прилет артиллерии. И поэтому забаговалось. И сентинейл вечно в стане, пока жив этот мэк. Безумные доктора. Еще гидсы. Для Орка сейчас нужно было накопить на Т4 и нажать на Т4. Вот это нужно было сделать сейчас Орку. Нажать на Т4. На Т4 отсюда пойдут танки. Здесь сделать грейд на фрислагу. И фрислага бы это дело, наверное, стало бы заканчивать. Уже, наверное. Было бы просто интересно играть. Но я бы тогда давил. Тогда вот этого бы частично не было бы, что сейчас есть. Понимаете? Это очень сложная ситуация. Нажми ты в Т4. Ты бы здесь не создал такую жесткую контрыгру, которую ты создал. Понимаете? Это обсуждаемо. Нажми ты Т4. Ты бы не смог сделать контрудар, который ты сделал. И забрать вот эти вот мои спорные точки. Что вы думаете по этому поводу? Нажми Орк, когда у него был момент. Вот двумя минутами ранее. Когда у него тут было 200, по-моему, 250. Просто накопить чуть-чуть. Не реинфорсить свои войска. Не делать технику. А тыкнуть на Т4. Тогда техники вообще бы у него не было. Потому что занято было бы это здание постройкой. Были бы только гитцы. В общем, обсуждаемо. Это обсуждаемо. Так что неизвестно, как было бы. Быть может, для меня это было бы и проще. Нажмем Т4. Я был бы целее. Я тоже бы нажал бы в Т3. Суть в этом. Ну что, а вот это грозно. Вот это теперь грозно. Три сента. Работаю чисто по казармочке. Три пачки гвардейцев. Но это бомбовоз. Отравляет жизнь. Забираю казарму, где могут выходить потенциальные фрислаги, гитцы. И отправляю сентами за бомбовозом. Размикриваю, конечно, этих штормов. Здесь гитцы. Размикриваю. А вот бомбовозик совершенно не размикривается. Да, больно, больно. Ну, в любом случае сенты направленные забыли бы. Не знаю, улетел бы он и нет. Но это секунды, мгновения. Еще пачка гитцов. Снизу просто обложили со всех сторон. Вижу, пытаюсь вязать, как-то травлять, мешать. Ну и вот теперь следующее здание. Домэкшоп еще один. Сентинейлы. Классные вообще, ребята. Обалденные. Следующее здание. Забираю картонное. И нажимаю в Т3. Т3 у гвардейца неплохое. Это получает неуязвимость. Престы, касочки, огрины. Это жестко. Забрал ключевое здание. Казарма. И Домэкшоп ключевое здание забрал. И пошел на другую сторону. Вдруг там что-то есть. Потому что там выходили оттуда гитцы. Победа. Победа на фронте. Дает мне сил. Дает мне уверенность, что... Могут быть шансы. Есть еще шансы победить. Мэкс спасается. И теперь уже я забираю у Орка его спорные точки. Очень напряженная битва на стриме. На последнем стриме. Посмотрите, ребята. Обалденная была каточка. Прямо эмоции были. Ого-го. Решил попросту убрать эти побитые центы. Просто увести их на базу. Потому что их потеря будет гораздо обиднее. Чем если бы они просто целые постояли на базе. Казармочку сломал. Пошел снова. Артиллерия классно здесь работает. Обалденно работает арта. Сделал тяжик и совершенно забыл про него. Ну что? А у Орка? У Орка ресурсы есть. Но немножко ручки отпустились. Немножко. Снова строить домэкшоп. Казармочку снова строит. Вышел грот. Снова строить домэкшоп. Нужно, чтобы нажать Т4. Гитсы нужно делать. Немножко, немножко, немножко. Доктора безумные. Кстати, классная идея. Постоянная неуязвимость. Мешать гадить. Откладывать свои бомбы. Вязать. Ну немножечко. Хоть краешком зацепило. Хоть... Нет, никто не сдох. Артиллерия. Работает. Варбос. Он живучий собака. Живучий. Какой он живучий. Артиллерия не дает гитсам вообще работать. Арта. Это смерть Орку гитсам. Это смерть сестре. Смерть Тау. Гвардейская артиллерия, ребята. Ну что Орк? Что Орк? А все. Рес это. Рес это. Все. Нету. Нету. Рес автоармии. Нету. Ресов нету. Гитси уже не котируется против этих трех пачек со специализацией. Все. Греночки. Такой миксик у нас. У одной пачки греночки с плазмой, у другой чисто плазма. Понимаете? Такой микс. Плазма жестко разваливает, а греночки сбивают с ног. Да, пишет. Да, уж мне еще учиться и учиться. Блин, в смысле учиться. Нормальная игра была. Нормальная. Прибедняться не надо. Прибедняться не надо. Игра была неплохая. Еще один бомбовоз из ворочей машинерии. Еще один. Немножко здесь пробегаю. Немножко пробегаю здесь по зданиям. Вижу здания. Надо их забирать. Надо их забирать. Снова казарма. Бомбовоз. Минус казарма. Забрать обязательно. Успел бы он выйти. Успел бы он выйти. 70. Нет, не успел бы. Отменил. На 90 бы сломано. Очень быстро ломается картонное здание. Минус. И снова. Снова орку негде создавать. Ну, а вот и уже серьезные ребята. Касочки. Элитный спецназ. Имперская гвардия. Отряд Касар Кинг. Бой уготов. Все. 117 на 57. 116 на 30. Экономика выровнялась. И у меня есть армия. У меня есть боевые подразделения. Тяжик пошел. Каски. И вот здесь я почувствовал, что победа, победа у меня. Немножко, немножко орх растерялся. Немножко потерялся. Ну, и даже я, имея огромный опыт онлайн битв, тоже здесь растерялся. Понимаете? Так что это человеческий фактор. Я потерял контроль над боевыми подразделениями над своими. А сейчас, как вы видите, дело техника. Неуязвимость пошла. Касочки. 1, 2, 3. 4 боевые пачки с ужасающим уроном. Артиллерия здесь работает. Тяжик подошел. Гитсы. Граната касок мощнейшая просто. Здесь уже пехоте будет выжить очень тяжело. И гвардейская неуязвимость, ужасная неуязвимость. Плюс урон. Это очень жестко. Орк за все то время в Т-10 мог выйти. Подожди минутку, братан. В какое то время? А где оно было у орка то время, в которое он мог выйти в Т-10? В какой момент он мог выйти в Т-10? Я сказал, в какой момент. Когда орк сделал жесткий контрудар по мне. Когда забрал мои спорные точки. Вот это было у него время. Но если бы он не стал этого делать контрудара. А подождал ресурсы. Нажал бы Т-4. У него не было бы техники из этого здания. У него не было бы пехоты того количества. Которое у него было здесь. Гитсов бы у него не было. Успел бы он выйти в Т-4. Когда я бы здесь стоял уже своими двумя пачками. А потом возможно и тремя. А может я бы тоже нажал в Т-3. И каски были бы гораздо раньше. Тут трудно. Это очень трудно и обсуждаемо. Очень трудно. А сейчас это конец. В Т-4 он мог выйти. Но вот в Т-10 нет. Успел бы он реализовать все свое Т-4. Вот это уже обсуждаемо. Это спорный вопрос. Никакого Т-10 здесь у орка не предвиделось. Я был постоянно рядом с ним. Я постоянно был с ним. И держал его на коротком поводке. Гранаточка. Которой не суждено взорваться. Что вы думаете по поводу этой игры? По поводу этой катки. Этой безумной фуфуашки. 30-ти минутной. Бесконечно непрекращающейся бойни. 25 минут. Месиво нон-стоп. Последний шанс орка. Это прыжок мэком, нобами и клешнями. Чтобы сломать главку. Но я главку ломаю первым. Сломано. 52 экономика встала полностью. Арту, конечно, застанил и сожрал. На главку нацелился. Здесь, кстати, можно было мне не бежать, как я побежал вот этими двумя отрядами. Ага, через вот эту точку переправить все сюда. Ну, устроим марс-паттерн команды. Лиманы, Беня. 122 на 50 прирост. Бочищена база. Здесь сенс декапилы. И вернулись боевые подразделения. Выбрал именно с пристами, чтобы пачки быстрее бегали. Неплохо, кстати, главка падает. Посмотрите. Неплохо? Ну, и впритык еще подбежал к нему. На, граната. Все, в ужасе нобы. Касочки. Пачка гвардейца с плазмой. Просто аннигиляцию сделают этим нобам. Просто аннигиляцию. Просто куски фарша, мяса здесь. Эти нобы выступают в качестве фарша. Зачисточка. 25 минут. Нон-стоп. Месиво. Вначале на базе у Эльдара. Сыграл как черт. А затем волей. Только на вере в императора одержал победу. Только вера в бога императора дала силы. Этому гвардейцу Беня заказаны. Лиманы и следуются. Ух. Гвардия. Имперская гвардия. Мощь имперской гвардии. Т2 гвардоса против Т3 орка. Ну, не полноценного Т3. Но, тем не менее. Ух. Что вы думаете по поводу этой катки? Напишите комменты. Оставляйте лайки. Оставайтесь со мной.